всем привет с вами грин и джо это канал крипты комманс и давайте бегло пробежимся сегодня по рынкам посмотрим что происходит в целом сегодня что-то красный день на всех рынках вот особенно на рынках акций да вот мы видим начали падать тесла и apple причем такая уже серьезная коррекция то есть вот мы если не удерживаем эти поддержки возможно конечно будет отскок сейчас но в целом похоже на начало чего-то такого вот по всем акциям это и amazon тоже видно nasdaq вот америка открылась только что nasdaq падать начал сиплый падает вот что как бы для крипты в принципе возможно не очень хорошо как минимум в краткосроке вот хотя вчера мы наблюдали отсутствие корреляции то есть акции уже сыпались а крипта в принципе росла вот на хайконаш и свечах мы видим что все еще зеленые движения на битке и особенно на эфире на фильм вообще отлично так вышли из этого треугольника вот ну как бы потенциальная коррекция с ретестом вот этих вот зон она все еще у нас на повестке дня и скажем так чем выше сейчас отрастет актив тем математическая вероятность того что он пойдет в коррекцию возрастает поэтому пока сижу без позиции да напоминаю что у нас идет крипто марафон пока на двух биржах на дудекс и на фемикс по разгону небольших депов но вот на фемикс пока ни одного трейда соответственно деп вот он у нас 200 долларов как и был вначале присматриваясь к трейду по линку здесь возможно по тезису или потому же золото здесь на фемикс и напоминаю для тех кто не в теме тут есть кроме крипты еще вот торговли золотом за usd титер то есть вот он график золота как бы это к сау вот тут был правда какой-то дикий прострел на 1200 но как я понял это был глюк и это было именно last price но не марк прайс соответственно ликвидации стопов здесь не задело как мне объяснили работники биржи так что на это можно даже не смотреть вот соответственно здесь можно золотом попробовать поторговать на дудексе при этом был уже один трейд кто не два трейда точнее по битку и по эфиру лонг закрыты в плюс вот у нас его его был 799 и из детей а начальный депозит был 500 соответственно профит состав 299 и из детей вот так что пока не лезу в рынок смотрю как бы есть конечно вариант что сейчас пойдем выше по эфиру особенно это так кажется но шортить тоже еще пока подтверждение не вижу в даже в краткосроке скальпить хотя возможно все-таки сейчас уже все шансы на это увеличиваются ну скажем так наиболее вероятный сценарий в краткосроке вижу по эфиру что можем сейчас сходить еще выше и потом резко начать падать как вот здесь вот это было но бард симпсон не удался бы вшли еще выше короче либо сразу сейчас начнем падать не знаю до каких уровней куда-нибудь сюда или даже сюда потом расти либо еще сходим выше но потом по-любому упадем в какой-то момент но скорректируемся как минимум но это в краткосроке вот мы с вами смотрим тут нам кажется что 290 до или 300 это уже потолок на самом деле надо смотреть долгосроки что мы сейчас и сделаем с вами вот у нас уже не 30 минут на дневной таймфрейм тут совсем другая история эфир как бы подбирается к своему локальному хаю да вот в этом году у нас был хай феврале а в прошлом году хай был 300 с чем-то да вот он 368 соответственно есть сейчас все конечно шансы что он туда сходит но опять же на хайка наши лучше видно рост допустим вот он такой более-менее безоткатный но здесь он был откатный видите то есть возвращались тестировали и ма и риббон как поддержку сейчас мы как бы уже сильно над ней то есть как минимум мы можем даже не до нее а вот сюда куда-нибудь сходить на 260 легко а можем и на нее сходить это у нас сейчас район 240 вот после чего продолжится рост тоже есть такой вариант но если мы посмотрим недельный таймфрейм то тут вообще все очень позитивно по эфиру вот мы только-только начинаем расти соответственно целью у нас вот на перехай вот этого хай локального на 350 куда-нибудь и выше на 400 вот у нас есть посмотрим 2017 году сильный уровень был вот это вот зона 350 вот здесь мы долго торговались поэтому долгосрочные цели наверное вот такие стоит держать то есть бесплечь как бы на моих счетах лежит крипта как бы сейчас пока бесплечь но где-то в маленьком плече может быть а на публичных счетах на наших вот как вы видели лежит тизер то есть сижу в тизере жду более-менее внятной картины для продолжения трейдов просто сами понимаете трейдинг такая штука это же не постоянно в плюс сегодня заработал завтра наласил поэтому не хочется сейчас сразу слить весь профит или даже часть профита хочется дождаться более-менее нормальных точек и уже аккуратненько продолжать наращивать депозит не быть в позиции это самое сложное в трейдинге часто и самое даже правильное я бы сказал вот ну и рынок всегда даст возможность заработать да вот мы видим что золото вроде как идет 1900 пробивать да давайте взглянем на трейдинг вью золото у нас на трейдинг вью это на 1885 золото у нас all-time high собственно который был в одиннадцатом году это вот 1900 собственно и мы сейчас к нему очень близко вот мы буквально сейчас идем пробивать all-time high по золоту соответственно это достаточно бычий знак и можно ожидать какого-то небольшого откатика вот в районе имей рыбан той же да там на 1700 чем-то и пробовать там ланговать хотя могут и не дать такой откатик может быть он выше случится соответственно еще раз повторюсь золото есть на фемиксе все партнерские ссылки на бирже в описании там дополнительные бонусы и плюшки давайте дальше по пыль побегаем по рынкам в целом вот меня немного смущает что сейчас все в красной зоне вот здесь мы видим и акции и драг металлы но драг металл это у нас достаточно хорошо пропампились вон серебро вообще как пошло смотрите серебро просто форма началось какое-то по серебру то есть если по аналогии с драг металлами то крепте есть еще куда сходить вот так вот но с другой стороны это было вчера а сейчас вот она уже все начинается небольшой откатик поэтому но в лонге лезть тут точно стремно шортить с коротким стопиком можно в небольших плечах наверное пробовать я имею ду крипту но опять же давайте по крипте теперь побегаем вот у нас биток вроде как вот на недельки но мы видим что да у нас есть куда еще расти вот по такой же аналогии хотя бы если мы вырастим то это куда-то на 12 тысяч а там если мы будем то оттуда уже и вот этот хай переписывать пойдем на 13 600 тут надо смотреть если продолжается рост можно аккуратненько в него запрыгивать принципе очень на это похоже но вот я говорю единственное напрягает что все акции падают и вроде как они до вчерашнего дня еще коррелировали плотно скриптой но вчера вроде как корреляцию отвязали по эфир к битку давайте посмотрим это тоже очень важный график вот он у нас на этом дне как и многие альткоины валялся да вещь 2019 2020 год и вроде как собрался наверх идти то есть тут надо смотреть если пробиваем сейчас все эти уровни то потенциально эфир к битку идет даже не на 3 ляма на 4 на 5 лямов сатоши что приведет к цене эфира там долларов 500 а то и в 600 смело по риплу пока другая картина рипл вот он валяется на дне доллару но и к битку в принципе тоже но рипл вообще не люблю как бы вот из-за этих супер резких его пампа дампов ну из-за вообще составляющей как бы из-за того что очень много монет самих рипл и их продают сами сама гной xrp сама компания рипл их продает как бы дамп это своих ходлеров то есть не очень люблю целом эту монету не до криптовалюту скажем из-за того что ее можно заморозить на счету у вас кстати сейчас и тиза тоже можно заморозить так что целом это все не до крипта а по эфиру да еще раз такой хайп собственно потому что эфир 2.0 вроде как запускается в августе и 32 эфира нужно чтобы стейкать и иметь свою ноду поэтому многие сейчас начнут его покупать просто по маркету у кого нету вот подбит по биткэш у меня больше интересно так это у нас график бинанса по биткэшу поэтому он такой недолгий тут надо скорее смотреть наверное полониксовский вот он но в целом да как бы биткэш фишка-то в чем он всегда был дороже эфира но почти всегда а сейчас он сильно дешевле эфира поэтому на биткэш в принципе можно поставить аккуратненько прям даже без стопов с маленькими плечами при целом клинт на ну на перехай эфира как минимум на 300 400 но опять же биткэш к битку как бы даже более безопасно сейчас особенно если моржевать потому что биток плечо в битке на том же бинансе дешевле обходится чем в тизере и даже если к тизеру вдруг все падать начнет то к битку потенциально расти но тоже естественно не финансовый совет дисклеймер не факт что так будет вот биткэш к битку опять же здесь у нас это бинанс но нам нужен полоникс потому что у него история вот он биткэш к битку мы видим ну да когда он появился он стоил по-моему один биток типа пол битка когда он его забросили на бирже и так-то в целом он доходил до до пол битка он доходил на самом деле здесь почему-то это не видно странно короче биткэш битку реально на дне дэш вот мне еще нравится дальше или дашь я присматриваюсь к дашу потому что дашь вот смотрите тоже очень хорошо смотрится что он лежит на дне в целом дашь к доллару и даже битку вот он уже ходил наверх сейчас такой затяжной w рисует дашь лайткоин вот они все выглядят примерно вот так сейчас тоже с прицелом ну как бы это не short term trade это скорее long term такой но вот на полониксовском марджоне потихонечку набирать эти монеты если в долгую туда же к битку опять же потому что биток дешевле будет стоить плечо и ждать каких-то пампов нереальных которые случаются но вот как минимум x2 x3 они рисуют нам обычно дашь тоже вполне реально что обгонит эфир в какое-то время потому что дашь монет меньше гораздо до эфиров вот уже 111 миллионов монет а дашек всего 9 600 миллионов монет даже меньше чем биткойнов zcash в этом плане тоже более редкий актив ну эфир классик опять же он так не пампился сейчас как эфир думаю будет на нем хайп какой-то в какой-то момент в общем стратегия такая в холодную потихонечку держу и аккумулирую альта альты ну причем альты недокупленные вот эти все о которых я говорю chain link тезис при прочие вот эти ребята на мой взгляд сейчас уже перекупленные слегка chain link да уже сколько там 10 иксов или больше на последний там год поэтому chain link скорее присмотрюсь к шорту если он идет сильно выше он посмотрите на chain link ну как бы куда тут какой лонг уже может кончить и вон он стоил 0 5 бакса вот назад чуть больше года назад а сейчас стоит почти 8 баксов поэтому chain link в целом надо шортить куда-то вот сюда если мы увидим признаки разворота реально то есть мы на хайка наши вот мы их не видим а на обычных свечках принципе мы уже их видим если это не файкаут возможно еще один заброс наверх финальный но потом по-любому коррекция будет как это было и вот здесь если посмотреть вот тоже был ведь параболический памп тоже здесь думали туда же файкаут не нарисовали и пошли коррекция вот в поддержку и my ribbon тестировать вот здесь какая коррекция была жесткая вот это вот штука мне напоминает как раз жесткая коррекция обратно туда же как типа ложный был ран перед настоящим был раном она меня напоминает то что сейчас на многих альтах недокупленных на том же дэш лайткоине биткэш и то есть по идее они все вот так сделать должны но опять же если не будет очередного черного лебедя в стиле 13 марта этого к вида дам по всех рынков поэтому и стрёмно то есть если бы мы видели более-менее здоровый такой environment честно рынках скажем более спокойно устойчивый рост или даже flat то было бы легче набирать ланги там даже в третьем в пятом плече и забывать про них но так если будет опять вот такая вот история извините ребят давайте на битке и глянем да на любом активе на самом деле смотришь вот вот такая история что мы падаем с 10 тысяч на 3 с чем-то то даже во втором плече как бы вас закрывает нахрен но либо смывает ваши стопики либо всю позицию поэтому сейчас небезопасно так держать но возможно что это как раз и лучший вариант для этого потому что всем страшно никто не верит то есть в принципе напоминает стадию дисбелив да если посмотреть на финансовые пузыри вот я в чат постил на днях рыночные циклы да и вот она эта стадия дисбелив видите она здесь тоже дисбелив с нее начинается обычный бычий рынок это должно упасть никто не верит вот здесь тоже самое то есть депрессию мы уже прошли отчаяния все это уже было капитуляция и сейчас у нас стадия очень похожи на дисбелив именно я говорю сейчас про рынок крипты ну в принципе про все упавшие активы а вот к рынку акции это не относится все рынок акции у нас целом на хаях час ну рынок акции у нас в лучшем случае вот здесь с вами где-то тогда да еще один заброс сверх возможен но ничто не растет бесконечно параболические судя по тесли по amazon по многим штукам под нас да куда же мы уже где-то здесь вот он только у нас это более вытянутой формы здесь вот коррекции наверх то есть целом акции шоссе пойдут вниз по идее она в то время пока акции росли ведь у нас и крипто падала если вы помните вот у нас вот это с вами было криппадение крипты до 18-19 год в этот момент акции росли поэтому стоит предположить что сейчас как минимум математическая вероятность того что акции сейчас начнут падать а крипта начнет все-таки расти раскоррелировавшись с ней увеличивается на мой взгляд более высока становится эта вероятность поэтому смотрим не торопимся аккуратненько действуем вот все ссылки в описании но дочкой давайте глянем еще дочкой мне кажется что чё-то этот памп не увенчался успехом я если честно думал что он пойдет но дочку им битку он пойдет квент на 100 сатоши как обычно уходит вот видите но беда в том что он последнее время все меньше так ходит и обычно когда он вот так уже развернулся редко памп продолжается но вот здесь такое было пожалуй один раз видите а все остальные разы памп как бы он сразу идет резкий также как и дамп есть кэш еще малая вероятность что это свеча сейчас развернется и он улетит но мне кажется это будет попозже сейчас смоет всех тик токеров кто его купил поможение поможем и потом возможно дочкой он еще поконсолидируется и потом все таки улетит потом опять же твит илона маска про то что это там новая резервная валюта как правило илон маск твитает вы знаете как все наоборот вот он говорил что теслу вот здесь вот надо продавать что она что-то очень дорогие их акции все зашортили потом вот она дала x2 ну короче давайте смотреть спокойно пишите в комментариях что думаете интересно ваше мнение прогнозы и по крипте и по другим рынкам вот ваши так тактики стратегии да все что хотите пишите добавляйте телегу обязательно в чат активно обсуждаем там вот так что пока вот такие призы для вас на дудокс именно депозит призы от биржи но думаю скоро будем делать еще розыгрыши как раньше делали в плане от нас какой-то крипту разыгрывать так что участвуйте пишите комментарии мы потом рандомно выбираем просто победителя и высылаем небольшой призик ну пока вот так вот наверное вон золото 1900 на фемиксе буду дальше присматриваться к рынку торопиться не буду и вам не советую ну вот вроде началась коррекция пока я писал это видео буду смотреть насколько она здоровая может быть ловить пробовать лесенкой где-то вот здесь вот ходить в эфирчик потому что в целом эфирчик выглядит по быче то есть мне хочется верить и мой прогноз до сих пор такой что крипто сейчас будет расти вопреки падающим рынком ну а так поживем увидим посмотрим вот спасибо что смотрели и навалили лайков комментов подписались на канал чтоб не потеряться оставайтесь на связи дальше будет интереснее всем профит удачи пока